Всем привет! Сегодня у нас по плану инспекция пошли главные двигатели и чистка воздушного ресивера. Простыми словами, воздушный ресивер это резервуар, который турбина или вспомогательные эмблавера накатают воздух для продувки цилиндров главного двигателя. Воздух, который наметает турбина, проходит через воздушный холодильник, и затем охлажденный воздух после холодильника поступает в ресивер и далее через продувочные окна непосредственно в сам цилиндр. Это вспомогательные эмблавера, которые мы запускаем перед пуском главного двигателя, или когда давление в ресивере маленькое. Когда турбина создает нужное нам давление, срабатывает присоскат, и эмблавера отключаются автоматически. У нас два эмблавера. Так выглядит ресивер снаружи. Это вход и выход охлаждающей воды на воздушный холодильник. Вода идет после низкотемпературных холодильников. Здесь у нас расположен вход в ресивер. Сейчас мы его откроем, провентилируем, почистим, сделаем инспекцию поршней. Потом я залезу, покажу, как устроен ресивер внутри. Расскажу, как делаем замеры поршней, точнее поршневых колец. И покажу, как поступает воздух в ресивер. Почистили мы ресивер, проинспектировали и сделали замеры поршневых колец. Все у нас в норме. До того, как мы начали чистить, ресивер не стал снимать видео. Что тут снимать? Все грязное и черное, как хрен по имени. Здесь у нас предупреждающие таблички с надписями, чтобы не закрывали дверь, пока не убедились, что внутри ресивера никого нет. И вторая надпись. Перед тем, как заходить в ресивер, его необходимо провентилировать. И также по-нормальному нужно замерить уровень кислорода. Но это показывает на практике мало кто делает, к сожалению. Ну что, начнем с самого начала. Здесь у нас находится носовой блогер, который мы запускаем. Не знаю, камера передаст вам хороший вид или нет, но не видно хорошо. Здесь мы видим, как ресивер соединяется с цилиндровой втулкой. Моряки это пространство называют подпоршневыми. Сейчас покажу вам весь ресивер, потом вернемся к первому цилиндру. У нас 6 цилиндров и все эти 6 подпоршневых, они идентичны друг друга. Здесь у нас находится кормовой блогер, абсолютно такой же, как и первый. Это у нас шток местного термометра. Снаружи мы можем посмотреть температуру продувшего воздуха, который здесь находится. Одно отверстие, это скорее всего для трансмиттера, а другое для прэша-свечки. Это захлопки на воздушный холодильник. Сейчас все покажу. Так как у нас одна турбина, то и воздушный холодильник у нас один. Там у нас находится холодильник. Не знаю, видно вам или нет, но покажу на всякий случай. Итак, турбина нагнетает воздух. Воздух проходит через холодильник и под давлением открывает эти флэки. И затем уже воздух поступает весело. Мы также проверяем состояние этих заслонок, чтобы они полностью открывались и закрывались. Также визуально проверяем их на наличие трещин. На своей практике сначала, что кусок от одной заслонки лопнул и провалился к воздушному холодильнику. И грязи там по ломам они горят. Сейчас все приготовлю и покажу, как мы делаем инспекцию поршней. Покажу на примере первого цилинга. Извиняюсь, конечно, за съемку, но тут пипец как неудобно. Думаю, что вам видно. Это сальник штукопоршня. Ставфингбокс называется. Он отделяет подпоршневые от картера главного двигателя. В нем установлены специальные ножи, которые чистят штукопоршни. Обзор картера главного двигателя сделаю чуть позже. Может вы его увидите в следующем видео. Так что подписывайтесь и ждите. Это сами впускные окна цилиндровой втулки. Через них в воздух заходит цилиндр, когда поршень находится в нижнем положении. А когда идет вверх, то этим воздухом он продувает цилиндр. Это штукопоршня. Сейчас валоповоротным устройством я опускаю поршень вниз. Приопустил поршень. Здесь мы видим соединительные болты на стопорной проволоке. Они соединяют голову поршня, так называемую пистон краун, со штуком поршня. Визуально мы проверяем, чтобы вся проволока была целая и болты были целые. На моей практике был один печальный опыт. Шляпку болта обломила и масло начало вытекать под поршневые. Это случилось как раз на выходе из Суэцкого канала. Сразу как мы вышли из Суэцкого канала, остановились и кое-как Стармель закрутил этот борт. Сейчас еще ниже опустим. Покажу кольца. Мы видим четыре поршневых кольца. Нам нужно убедиться, что все кольца в подвижном состоянии. Проверяем это так. Фиксируем взгляд на одном кольце. И опускаем и поднимаем поршень вниз вверх. И видим, что кольцо двигается. И абсолютно так же смотрим каждое кольцо. Не знаю, на камере это будет видно или нет. Мне видно хорошо. Теперь переходим к замерам. Первое, что мы проверяем, это глубину канавки разгрузочного кольца. Лимит у этой канавки 1,8 мм. У нас 2,2 мм. Когда достигает лимита, то все кольца необходимо заменить. Затем щупами проверяем зазоры каждого кольца между канавкой. Щуп вставляется сверху кольца и засовываем его до упора. И так с каждым кольцом на каждом поршне. Если бы вы знали, как здесь неудобно. Ноги затекают. Так же визуально, насколько можно, осматриваем кольца, чтобы они были целые. Если видим замки и колец, то так же смотрим, чтобы они были целые. А, так же смотрим на поршень. Выше первого кольца, сантиметра на 2,3 мм. Он должен быть в смазке. Если поршень не сухой, то необходимо добавить в цилиндровое масло на данный цилиндр. Добавляется оно на блоке управления альфа-лубрикаторами в цепу. После того, как закончили проверять кольца, опускаем поршень и смотрим состояние головы поршня. Это, кстати, канавка, за которой мы цепляем приспособы, чтобы достать поршень. Вот, поршень опущен. В этот момент поступает воздух в цилиндр. Поршень поднимается и продувает цилиндр. Визуально мы смотрим на голову поршня и на втулку цилиндр. К сожалению, камеру физически не смогу просунуть через впускное окно. Но скажу, втулка не должна быть как зеркало блестеть, а поршень должен быть сухим. Не должно быть на нем воды, масла и топлива. Также обвязку пистон-крауна можно посмотреть с этого положения. На этом, пожалуй, закончим обзор ресивера. На днях полезем делать инспекцию картера. Будем делать замеры рамовых подшипников. Подписывайтесь на канал. Скоро все увидим. А я сейчас сделаю контрольный осмотр ресивера. Наличие инструментов, ветоши. А то частенько что-то забывают. И буду вылазить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео. Всем пока.